Во время боя стационарно находиться в космосе категорически не рекомендуется, так как недвижущуюся цель легче попасть и наносить максимальный урон. Кроме этого, существует и угловая скорость. На урон влияет не только движение тела, а также в каком направлении относительно друг друга два тела движутся. Если цель движется прямо на вас или от вас, попасть по такой цели легко. То же самое касается и вас. Если ваш угол относительно другой цели лучше, то ей по вам сложнее наносить урон. Это как у ворота, бегая вправо-влево. Поэтому от противника можно держаться на расстоянии, но угол при этом будет самый неподходящий. Можно выйти на орбиту, и угол будет самый подходящий. Либо угол держать вручную. Вот как U, удерживая ее и тыкая на объект в обзорной панели, либо в космосе, позволяет удобно и быстро выбирать цель, чтобы к ним приблизиться. Еще направление полета можно выбирать, удерживая Q, но не выбирая объект в обзорной панели или в космосе, а выбирая направление. Двигая мышкой в разные стороны, ориентируемся по бегунку. Выбрав нужное направление, кликаем мышкой. Чтобы абсолютно вручную перемещаться в космосе, необходимо камеру развернуть в том направлении, в которое вы хотите лететь, и на экране кликнуть двойным щелчком мыши. Стрелочки указывают направление и скорость полета. Чем длиннее эта стрела, тем быстрее скорость. Удерживая Ctrl левой, тыкаем по целям, так быстрее в прицел брать или тим дурацик. Также цели в прицел можно брать также в космосе, просто удерживая тот же Ctrl и кликая на нужную цель. Если вам нужно починиться, сделать это лучше на станциях игроков. Здесь ремонт, как правило, бесплатный. Станции NPC всегда отображаются вот таким квадратом. Станции игроков иными символами. В зависимости от того, что за тип станции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok